Что посмотреть, какую киношку? Сейчас большой выбор, но как начинаешь смотреть, все не то. Вот сегодня глянул фильм, этого автора я смотрел года 4 назад, сейчас мы два фильма его рассмотрим. Вот фильм «Чужая жизнь», это ребята сняли в Ангарске и Иркутске своими силами. Сделали команду, коллектив, и тут довольно-таки интересный этот фильм. Но тут что сказать, когда они его озвучивали, чуть-чуть не хватает эмоций. Тут уже надо, как говорится, профессиональная озвучка, тут все есть и боевик в этом фильме, и все остальное. Так вот, сюжет ничем не хуже иностранных фильмов. Можно посмотреть, все есть. Но я, как бы говорится, до половины просмотрел, потом перестал. Потом все равно сел и досмотрел фильм. Довольно-таки тут в нем все есть. И, хотя тут и не так много просмотров, они выложили 20 июня 2014, 96 тысяч просмотров. К чему я это говорю? Что многие города тоже хотят свои фильмы снять, аматоры, все. Но полный метр, это, вот гляньте, тут час 20, это тяжело снять. Сценарий должен быть выверен, все такое вот динамичное. Но тут у этого автора есть динамичность в фильмах. А вот его предыдущий фильм, это я его смотрел 4 года назад, стилист. Вот этот парень снял, и довольно-таки там они профессионально снимают, и подсветки там у них есть, и то, и то. Так что тут вот тоже мне тогда 4 года назад этот фильм понравился, или 5 лет назад я смотрел. Тоже полный метр, смотрите, час 40, вот он идет. У них тоже тут есть и динамика, и все такое вот в этом фильме. Вот я дам ссылочку на стилист, вначале посмотрите. А потом вот этот второй фильм, что мы первым рассматривали. Ну молодцы, что сказать. А тут вообще мало. 2013 год, 16 тысяч просмотров, что не так уже, как говорится, и много. Ну вот, тоже в Ангарске снято. Потому что надо в городах развивать. К примеру, в Херсоне проводятся киноконкурсы, но там снимают короткометражные фильмы до 10 минут, до 6 минут, когда какое условие идет. Потому что там тоже надо, как говорится, вложиться, чтобы, ну, в кинотеатре их показывают, потом транслируют, чтобы вложиться в этот график показа. Чтобы, ну, там 30 фильмов по 6 минут, и получается уже сколько, 2 часа времени, плюс разные лиги съемок и все остальное. Ну, этот фильм я тоже оставлю вам ссылку на короткометражный. Вот гляните, тут сколько по времени он. 4 минуты 58 секунд. Ну, к примеру, все могут организоваться, кто вот кинодвиж в каждом городе есть в крупном, написать сценарий. Только что нужно снимать? Нужно снимать не ужасы. Вот, людей хотят там сильно ужасы. К примеру, вот мистику можно элементы дать. Чтобы фильм был динамичный, комедия, фантастика, добрая фантастика, чтобы было хорошее настроение у людей после просмотра фильма. Потому что многих молодежь тянет ужасы какие-то снять с такими тяжелыми кадрами. А для чего это? Должно быть все веселое, с оптимистическим концом. Каждый фильм должен нести, как бы сказать, ну, что-то полезное в жизни каждого человека. А не оставлять потом такой упадок какой-то или что-нибудь такое. Так что напишите в комментариях. Для города Херсона я могу дать сценарий. У меня есть очень интересный. Там с элементами фантастики, перемещения во времени, трудового человека и такой приключенческий. Там сюжет можно растягивать даже на целый сериал. Если есть желающие, то в городе Херсоне, то могу предоставить. А так посмотрите тех два полнометражных фильма. Гляните, чем живут наши люди. Им бы миллионные бюджеты, как голливудские. Они бы сняли бы такое, что и не снилось. Много талантов у нас, но тяжело пробиться наверх или к признанию. Обычно у нас тянут наверх только серость, чтобы был дурнее, чем начальник. И так оно все получается. Плюс еще коррупция. И все оно на то выходит, что жизнь наша только все хуже и хуже становится. Телевидение несет элементы такие устоев моральных подрывающие, что мы не замечаем этого, а все высмеивается. То, что должно быть серьезным. А то, что наоборот надо выжигать каленым железом пороки общества, наоборот оно замалчивается или вскользь об этом говорится. Ну, напишите, что вы все думаете об этом, если у кого-то тоже что-то накипело в комментарии к этому видео. Спасибо.